После того, как пройдешься по данной дороге, на подошве остается толстый слой грязи. И чтобы не тащить его в дом, народ вот таким образом вытирает ноги. Не очень культурно для жителей ЖК Питер, но другого выхода нет. Три новых дома на 65 лет Победы 22, 280-летие Барнаула 15 и Павловский тракт 162 оказались в плену вечной грязи. Чтобы пройти к своим подъездам, люди вынуждены месить кашу под ногами, либо обматывать обувь пакетами. Во время дождя и того, как тает снег, все начинает сильно заливать, появляется грязь. При больших осадках, когда идут большой ручей, все идет на парковку, ну и частично на перекресток. Местные говорят, что единственный способ добраться отсюда в сторону центра – это дорога, которая ведет к остановке «Сиреневая». Сегодня сухо, нет дождя, но даже в такую погоду преодолевать вот такое месиво возможно только в резиновых сапогах. Не выехать, не подъехать. Заезжаешь. С той стороны дороги нету, там делают, конечно. А с Павловской вообще не заехать – это очень сложно. Общественники изучили кадастровую карту и поняли – у них есть вопросы, но не к застройщику. Он сделал все согласно плану, заасфальтировал придомовые парковки и подъезды к ним. Именно эта дорога и, возможно, здесь тротуар – это относится к виниям именно муниципалитета. То, что находится у нас за спиной – это вообще улица 280-летия Барнаула. То есть просто продолжение этой улицы, которая не оборудована. И задача по созданию дорог – это задача именно администрации города Барнаула. Мы отправили запросы в мэрию, чтобы уточнить, планируется ли в ближайшее время в этом районе строительство дороги. А жители домов тем временем уже сегодня начали сбор подписей под тремя жалобами в администрацию ГИБДД и прокуратуру. Ирина Корчегина, Дмитрий Денисов. День с толком.